Меня зовут Рик Реннер, и я стою среди руин большой церкви, которая была построена в Ефесе, на том месте, где жил апостол Иоанн. Мы знаем, где он жил, потому что отцы ранней церкви задокументировали это. В 4 веке нашей эры на месте его дома был построен большой собор, и это руины того самого собора, возведенного здесь в 4 веке. Иоанн жил здесь, и отсюда руководил церквями всей Ассии. Вам должно быть интересно, почему он не поселился в черте города. Для этого было много причин. В Ефесе у него были бы проблемы. К нему часто приходили бы люди, пасторы, христианские лидеры, а также враждебно настроенные представители властей. И это было бы не очень удобно. Поэтому Иоанн поселился за пределами города, на вершине этой горы, которая была расположена чуть выше храма Артемиды. Это было своего рода тайное убежище. Здесь Иоанн нес служение на протяжении десятилетий, не испытывая затруднений. Он не нарушал закон, он был уважаемым гражданином. Но однажды в его дверь постучали. За порогом стояли римские воины. Они арестовали его. Приказ арестовать был отдан императором Домицианом. Он велел схватить Иоанна. Домициан очень хотел заключить его под стражу, потому что Иоанн был последним живым из первых двенадцати апостолов. Домициан приказал доставить Иоанна в Рим, где тот должен был предстать на суд перед самим императором. Домициан попытался казнить Иоанна, бросив в чан с кипящим маслом. Но ему не удалось сделать это, апостол вышел из масла невредимым. Домициан настолько боялся Иоанна, что приказал сослать его на остров Патмос. Приказ был выполнен. И именно на том острове, где старец чувствовал себя брошенным всеми, Иисус пришел к нему в пещеру, в которой он поселился. Именно так Иоанн получил книгу Откровения. Когда солдаты постучались в его дверь, он вообще этого не ожидал. Ведь он не совершил никакого преступления. Он был добропорядочным гражданином, он был хорошим христианским лидером. И вдруг его арестовали. Депортировали в Рим и выслали на Патмос. Вот это неожиданность. Но Иоанн все пережил. И он продолжил служить в победе. Вы также можете пережить любое внезапное нападение, которое дьявол предпринимает против вас. И именно об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я так рад, что вы сегодня со мной. Мы продолжим говорить о том, как отразить внезапное нападение. Нет никакого сомнения, что дьявол пытается атаковать, заставить нас перестать исполнять Божью волю. Возможно, у вас есть мечта. Вы на пути к ее осуществлению. Может быть, новый бизнес, работа, о которой вы мечтали. Но потом что-то происходит, и на вашем пути появляется препятствие. Вы теряете работу. С финансами творится неразбериха. В отношениях что-то совершенно неожиданно начинает происходить. И нечто подобное мы видели во вступительной части к этой программе. Речь шла об апостоле Иоанне. Он просто жил в Ефесе. Нес служение. Выполнял то, к чему призван. Он делал все, что Бог ему сказал делать. Но однажды постучали в его дверь и арестовали его. Кто бы мог такое предположить? Что такое может произойти с пожилым человеком, который просто любил людей и был арестован за свою веру. В результате Иоанн оказался на острове Патмос, где страдал, живя в пещере, которую сегодня называют пещерой Откровения. Если вы будете на Патмосе, вы можете отправиться туда и посетить ее. И в то самое место, именно в ту пещеру пришел Иисус, и Иоанн получил Откровение Иисуса Христа. И я вам скажу, дьявол сильно пожалеет, что он вообще на вас напал. Потому что, когда вы подвергаетесь нападению, но при этом верите Богу, то именно в такой момент вы получаете Откровение. Если вы болеете, вы получаете Откровение, что Иисус Целитель. Это место становится точкой Откровения. Если финансы подверглись Атаке, и дьявол думает, что может вас уничтожить, его Атака станет для вас пещерой, тем местом, где вы встретитесь с Иегово Ирой, Богом-обеспечителем. Вы получите Откровение о сверхъестественном обеспечении от Бога. Дьявол пожалеет обо всем, что пытается сделать с вами. Потому что именно тогда, в момент Атаки, вы получаете Божественное Откровение. За время своего служения я несколько раз подвергался нападкам. Много лет назад мы подверглись сильнейшему натиску в сфере финансов. Мы готовились к публикации новой книги, и внезапно выяснилось, что все наши деньги исчезли. Для этого не было естественного объяснения. Позвольте прочитать вам отрывок из моей книги «Снаряженные для битвы». Если у вас нет этой книги, знайте, она вам нужна. Многие называют ее классикой христианской литературы. Ее читает множество людей по всему миру. Она наполнена силой, откровениями о духовной войне, духовном оружии и о том, что нужно делать, чтобы противостоять натиску врага. Но позвольте прочитать отрывок из нее, страница 26. Здесь я делюсь свидетельством. В моем служении враг время от времени наносил сокрушительные удары, чтобы уничтожить меня. Как правило, эти нападки происходили в решающие моменты, когда мы собирались сделать что-то очень важное, и каждый удар был явной попыткой нарушить Божий план. Видите, что делает дьявол? Он пытается создать препятствия, чтобы преградить путь. Много лет назад, когда моя книга «Жизнь в зоне сражения» должна была выйти, наше издательское служение оказалось в зоне сражения. По непонятной причине пожертвования перестали поступать. Партнеры перестали писать нам. За считанные дни источник доходов иссяк. Враг знал, что Бог использует эту книгу могущественным образом, и хотел остановить ее публикацию, чтобы она не попала в руки читателей. Несомненно, та атака была безуспешной. И сила Божья одержала верх, и я свидетельствую об этом. Послушайте это. Всякий раз. Когда вы оказываетесь на передовой, делая что-то важное для Божьего Царства, интенсивность атак врага на вашу жизнь, вероятно, усилится. Даже Иисус подвергся подобному нападению, когда готовился изгнать легион бесов из Гадаринского одержимого. Послушайте далее, на странице 29. Когда Иисус был на пороге прорыва, когда он готовился изгнать бесов из задержимого, он подвергся неожиданному нападению, сильному, разрушительному волнению, которое пришло, чтобы убить и погубить его. Дьявол не хотел, чтобы Иисус приплыл в страну Гадаринскую. Это был упреждающий, превентивный удар врага, чтобы не допустить исполнение Божьей воли. И как это часто происходит, атака началась именно в тот момент, когда Иисус был на пороге величайшего чуда. Именно в такие моменты происходит нападение. Если подобным нападением подвергался Иисус, будьте уверены, враг будет нападать и на вас. Поэтому мы должны духовно и эмоционально готовиться к отражению демонических атак. Мы должны облечься во всеоружие Божье, взять власть над ветром, над волнами, которые поднимаются против нас, наших семей, нашей работы, нашего здоровья, так же, как Иисус применил власть над бурей и волнами, которые пошли против Него. И то, что случилось с Иисусом, дьявол, скорее всего, попытается направить и против вас. И сегодня я хочу рассмотреть конкретный случай, который произошел с Иисусом. Это было неожиданное нападение, которое было направлено против Иисуса. И если такое случилось с Иисусом, это потенциально может произойти и с вами. И как вам реагировать в таких ситуациях? Давайте узнаем. Обратимся к 4 главе Евангелия от Марка, с 35 стиха. 4 глава Евангелия от Марка, 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». На той стороне была земля Гадаринская, Гадара, и там жил одержимый человек. По прибытии туда Иисусу предстояло изгнать бесов и задержимого. Это чудо должно было стать величайшим в истории служения Иисуса. Таким образом, Иисус был буквально на пороге чуда. Он был на рубеже сильнейшего прорыва в служении. Он был в нескольких шагах от этого чуда. В считанных часах от переломного момента. Именно тогда дьявол напал на него. Враг не хотел пустить его на противоположный берег. Знаете, дьявол не хочет пустить вас туда, где вы должны быть. Послушайте, что написано дальше. И они, отпустив народ, взяли его с собой. И когда он и Иисус было в лодке, с ним были и другие лодки. 37 стих. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она наполнялась водою, а он, Иисус, спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Давайте внимательно разберем 36 стих, потому что он хорошо описывает, что происходило. Они переправлялись на противоположную сторону. Из 38 стиха мы знаем, что Иисус спал. И внезапно, когда они плыли на ту сторону... Кстати, Бог желает, чтобы вы переправились на другую сторону. Там, на другой стороне, Он приготовил для вас будущее, что-то великое, и призывает вас отправиться в путь. И дьявол попытается остановить, но вы обязательно переплывете. Послушайте, что происходит в 37 стихе. «И поднялась великая буря». Слово «поднялась» — перевод греческого слова «гиномай». Оно переводится глаголом «подниматься», но также содержит в себе оттенок внезапности. Оно описывает то, что захватывает вас врасплох, что-то неожиданное. Вот как можно перевести «и внезапно», буквально ниоткуда, мы вообще не ожидали, не предполагали такого. И внезапно, как гром среди ясного неба, поднялась великая буря. Разумеется, шторм стал полной неожиданностью для них. Большинство из них были рыбаками, и они разбирались в признаках погоды. И если бы на озере зарождался шторм, они бы ни за что не спустили лодки. Они бы не поплыли. И когда они отчалили, небо было ясным. Погода располагала к ночной переправе. И внезапно на их пути по ту сторону Гиномай поднялась, ниоткуда, как гром среди ясного неба, буря. Она была полной неожиданностью. Она их застала врасплох. «Великая буря». Слово «буря» по-гречески «лайлапс» означает «турбулентность». Турбулентность атмосферы. Турбулентность нельзя увидеть, но ее можно почувствовать. И вот что Дух Святой говорит нам. «Началась великая буря с ветром». Так написано в английском переводе. Слово «ветер» указывает на ветреные погодные условия, на шторм. Поднялся ветер. Но не было тучи или дождя. Началась великая буря с ветром, и здесь мы видим, что Иисус и ученики, переправляясь на другой берег, столкнулись с воздушными потоками. Они почувствовали турбулентность, но они ее не видели. Они не могли прикоснуться к ней или определить ее, но они ощущали ее воздействие. Именно так действует буря. И мы продолжим наше изучение, и вы увидите, что это была демоническая атака. Мы не видим дьявола, но можем чувствовать, что он пытается сделать. Можем ощутить разлад, который он пытается внести в семью, сумятицу, которую он вносит в наш бизнес, здоровье, служение, церковь. Вы не всегда можете увидеть все это или указать на причину, но вы чувствуете действие дьявола, потому что он создает некую турбулентность, хаос в вашем окружении. Итак, ученики вошли в зону сильного волнения, великая буря, сильный ветер. В греческом тексте написано «буквально ниоткуда, совершенно неожиданно, внезапно напал враг, как гром среди ясного неба, поднялась великая буря с ветром». Они чувствовали ее силу. Это была настоящая зона турбулентности, и Библия говорит, что волны били в лодку. Так что она уже наполнялась водою. Слово «волны», греческое слово «кумата», описывает вздымающиеся или непрерывно накатывающие волны. Ученики, которые были в лодке, смотрели на эти волны, как они накатывали. Новая волна и новая волна. Они шли друг за другом, и невероятно огромные волны подкатывались, ударялись в борта их судна. Библия говорит, что волны били в лодку. В греческом языке стоит слово «эпибалу». «Эпи» означает «через», и «балу» означает «бросать». Вместе эти слова означают «поднять и швырнуть», «поднять и бросить». Обычно этим глаголом не описывали природные явления. Обычно это слово описывало действия какого-то существа, какой-то личности. Но здесь это слово описывает эти волны. И Дух Святой говорит нам, что там, посреди озера, ночью, на пути на противоположную сторону, когда они должны были бы уже приплыть внезапно, буквально ниоткуда, поднялось сильное волнение. Словно невидимое существо начало «эпибалла» брать воду и бросать в их лодку, заставляя волны биться о лодку, стараясь пустить лодку на дно. Ученики пытались справиться, они боролись с этой стихией, которая разбушевалась. Они пытались вычерпать воду. Они пытались спасти лодку, спасти себя, в той ночной темноте посреди озера. Вода подступала, волна за волной, волны накатывали, одна за другой, новые и новые волны, и какая-то невидимая сила демонического происхождения наносила удары, стараясь утопить их. И Библия говорит, что лодка уже наполнялась водой. Посмотрите, что говорится в 38 стихе. А он, Иисус, спал на корме, на возглавии. Мне это кажется интересным. То, что обеспокоило учеников, для Иисуса было просто качкой, она ему помогала спать. Он уснул, лодку покачивала, ему было хорошо спать, и Иисус не сомневался, что они доплывут до противоположного берега. Внимание учеников было приковано к волнам. И очень часто, когда дьявол нападает, на нас накатывают волны, мы видим лишь волны. Мы смотрим на волны, волна за волной, атака за атакой, и мы вступаем в схватку со стихией, вычерпываем воду, пытаемся выжить. Но Иисус просто спал. То, что беспокоило учеников, для Иисуса было моментом, чтобы выспаться. Качка погрузила его в спокойный сон, и Иисус заснул, находясь в Божьем покое, потому что он знал, что они приплывут на ту сторону, и вы тоже доберетесь до нужного места. Возможно, вы обеспокоены нападением. Сейчас ваше внимание приковано к волнам, но, друзья, вы выберетесь из этой передряги. Вы переплывете на нужный берег. Вы выживете. Вы преодолеете любое внезапное нападение, которое замышляет дьявол. Библия в 38 стихе говорит, что Иисус спал на карме на возглавии. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Здесь есть один забавный момент. В синоптических Евангелиях, Матфея, Марка и Луки, в каждом из них повествование немного отличается. Тексты не противоречат друг другу, они друг друга дополняют. Они рассказывают об этом случае с разных точек зрения. Например, в одном Евангелии ученики говорят, «Господи, спаси нас, погибаем!» В другом, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что погибаем?» И в третьем, «наставник», «наставник, погибаем!» Итак, ученики в критический момент называют Иисуса Господом, Учителем и Наставником. Когда я изучал этот эпизод, это вызвало во мне смех. Я увидел последовательность. Слово «Господь» по-гречески «курия» означает «владыка», тот, у кого единое державие. И нередко, когда мы сталкиваемся с испытаниями, первым делом мы произносим эту фразу. Мы говорим, «Бог, ты владычествуешь надо всем, ты всем управляешь, Господь, мы знаем, что ты управляешь всем, ты владыка всего». Если проблемы не решаются, переходим к следующей фазе. Дидаскали, по-гречески «учитель». И люди говорят, «Каким-то образом Бог хочет научить меня через эту ситуацию. Он поднимет меня на более высокий уровень». В этом испытании Бог изменяет, преображает в образ Христов. Бог хочет нас чему-то научить. Дидаскали, учитель. Итак, сначала люди говорят, «Господь, курия!» «Господь всем управляет!» Затем они пытаются объяснить проблемы, говоря, «Ну, наверное, благодаря этим трудностям Бог нас чему-то научит». Дидаскали, учитель. И, наконец, когда люди уже научились всему, что могли, они обращаются к Богу и говорят, «Наставник!» «Хозяин». Эпистада. Это слово «эпистада» состоит из двух слов «эпи» и «стада», что означает «стоять». В целом, значение этого слова заключается во фразе «придти на место», «встать на свое место». «Господь, приди сюда, вот прямо сейчас, сюда, выйди на сцену». Это слово описывает хозяина, начальника, командующего. Слова учеников можно понять так. «Господь, мы познали Тебя как владыку всего. Мы извлекли все необходимые уроки, и теперь нам нужно, чтобы ты пришел прямо сейчас и сделал что-то незамедлительно, командующий, делай что-то без промедления». Возможно, вы пережили что-то подобное. Вы уже устали сдерживать натиск врага. В конце концов, вы говорите, «Господь, с меня хватит. Я хочу, чтобы ты действовал». И когда вы по-настоящему проявляете свою веру, Иисус выступает в качестве командующего, чтобы помочь вам получить контроль над ситуацией. Это прекрасное учение. В Библии сказано, что ученики обратились к Иисусу и говорили, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Неужели ты не испытываешь беспокойства за нас? Ты разве не волнуешься? Лучше всего эту фразу перевести так. Неужели ты нисколько не заботишься о нас? Обратите внимание на фразу «мы погибаем». Слово «погибать», греческое слово «аполуми», на самом деле означает быть измотанным, окончательно раздавленным. «Господь, мы измотаны в конец этой ситуации, в которой оказались». Именно такое чувство мы испытываем, когда на нас нападают. Мы ощущаем, что атака совершенно нас раздавила. Наша финансовая сфера в полном крахе. Наши отношения разладились. Это сказывается на здоровье. Мы окончательно раздавлены. И вот что происходит. Мы буквально погибаем. Цель нападения врага – подавить в нас признаки жизни. Именно об этом восклицают ученики в прочитанном стихе. 39 стих. «И встав он, Иисус запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина». Давайте детально проанализируем эти строки. 39 стих говорит. «Иисус встал и запретил». Чему? Ветру. А с чем пытались справиться ученики всю ночь? Ученики боролись с волнами. Внимание учеников было приковано к волнам, которые накатывали одна за другой, одна за другой. Слово «Эпибалла», словно какое-то невидимое существо, швыряло эти волны в лодку со всех сторон. Ученики сражались с водной стихией, вычерпывали воды из лодки. Пытались удержаться на вздымающихся волнах, стремящихся потопить их. Но когда Иисус поднялся, Он не стал запрещать волнам. Иисус не стал говорить с волнами. Иисус знал, что корень проблемы не в волнах. Причиной всему был ветер. Это была невидимая причина. Иисус знал, что есть невидимый враг, который стоял за всеми этими возмущениями стихии. Иисус знал об этом. Поэтому, вместо того, чтобы усмирять волны, Иисус поднял голову, возвысил голос и провозгласил в невидимый мир. Он запретил ветру, потому что Иисус знал, что причина той неожиданной атаки носила демонический характер. Была невидимая сила, которую нужно было остановить. Он запретил ветру, Иисус знал, кому запрещать. Слово «запретить» по-гречески «эпитимао» состоит из слова «эпи», что значит «против», и «тимао», которое обычно переводится как «что-то достойное», «кто-то достойный». Когда эти два слова соединяются, получается глагол «эпитимао», означающие «принижать», «обесценивать». «Принижать», «обесценивать», «бронить», «упрекать». В традиционных переводах «запретить». Но на самом деле, когда Иисус возвысил голос, посмотрел на небо и начал обращаться к невидимому миру, он обличил его и принизил его. Иисус сказал духовному противнику, что у того нет власти. Он указал ему на его место. Иисус запретил. И ученики, вероятно, недоумевали. И они думали, «Почему Иисус разговаривает с небом?» «Мы пытаемся удержаться на воде и утонуть», а он говорит с небом. Но Иисус знал, что причина была в невидимом мире. Иисус сначала решил проблему в духовном мире, и только потом, как говорится в прочитанном стихе, он сказал морю, «умолкни, перестань». Слово «перестать» также означает быть усмиренным, успокоиться. Один исследователь Библии говорит, что вот так можно перевести «Ш-ш-ш-ш-ш-ш», разобравшись с невидимым миром. Мир естественный было легко заставить успокоиться. Итак, Иисус решил проблему в невидимом мире, и, обратившись к морю, сказал «достаточно». «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». Библия говорит, что ветер утих, и сделалась великая тишина. Интересно, что все началось с великой бури, но закончилось великой тишиной. А в конце, в стихе 41, говорится, что ученики убоялись страхом великим и говорили между собой, «Кто же сей, что и ветер и море ему повинуются?» Это нападение врага стало для них местом откровения от Бога, потому что они увидели, как Иисус вышел вперед и явил такой уровень силы, какого они еще никогда не видели. И теперь они поняли, что Иисус — повелитель ветра и моря. Для них это стало местом откровения от Бога. С чем бы вы сейчас ни сражались, знайте, что у Иисуса вся власть, и Он хочет явить Себя вам как великий целитель, великий обеспечитель, великий врачеватель отношений. Иисус желает явить Себя вам, и Иисус сейчас рядом с вами. Наше время истекло, но я скоро вернусь и помолюсь за вас. Ваша жизнь похожа на сражение? Вы побеждаете или отступаете? Благодаря книге Рика Реннера «Снаряженные для битвы» вы сможете одержать победу уже сегодня. Апостол Павел сказал, когда дьявол выступает против нас, мы должны быть готовы встать и сразиться с ним в духовной битве. Это означает, что вы должны быть полностью оснащены для сражения с врагом. Облекитесь в духовные доспехи и всеоружие Божье. Нанесите врагу поражение. Будьте снаряженными для битвы. В книге «Снаряженные для битвы» паста Рик отвечает на глубокие вопросы, разбирая места писания о духовных сражениях, которые ранее неправильно истолковывались. На примере доспехов римских солдат проводится параллель с нашим снаряжением для духовных битв. Вникая в это всестороннее исследование, вы научитесь облекаться во всеоружии Божье и поймете важность положения каждой составляющей доспехов для победы над врагом. Из книги «Снаряженные для битвы» вы узнаете, какое значение имеет духовное всеоружие, данное вам Богом. Кроме того, вы научитесь побеждать в духовной битве каждый день. «Снаряженные для битвы» — это прекрасно оформленное издание, которое содержит достоверное библейское учение. Скачайте эту книгу бесплатно. Станьте победителем в жизненных сражениях, обновив свое мышление и заняв свое место во Христе. Не пропустите это специальное предложение. Прямо сейчас зайдите на сайт ignc.org и скачайте эту книгу бесплатно. Одержите победу в духовной битве уже сегодня. Сегодня я хочу рассказать о своей мини-книге, которая называется «Покаяние». Ее подзаголовок «Чем оно является, чем не является, как его совершить». Многие не знают, что такое покаяние. Однако оно очень важно для вашей жизни. Без покаяния нет спасения. Христианину же готовность к покаянию нужна всю жизнь. Поэтому вы должны знать, что такое покаяние, чем оно не является и как его совершить. Это наш подарок вам. Мы хотим, чтобы эта замечательная книга была у вас. Мы убеждены, что она изменит вашу жизнь. Эта книга сейчас доступна для скачивания на сайте ignc.org в разделе «Книга в подарок». Хочу поблагодарить вас за то, что вы уделили время и посмотрели эту передачу. Я могу обращаться к вам, а вы можете провести время со мной. Особенное время. Библия говорит, что когда собираются двое или трое, Иисус находится посреди них. И сегодня мы с вами провели время вместе. Иисус был с нами. Он и сейчас здесь, чтобы служить и отвечать на ваши молитвы. Через несколько минут я помолюсь за вас, но сначала хочу сказать, что если у вас есть особенная молитвенная нужда, напишите нам об этом. Сообщите, в чем она состоит. Мы вам ответим. Мы помолимся за вас. И напишем вам. Мы послужим вам. У нас есть особое служение, где мы можем служить вам на личном уровне. Для этого вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Пройдя регистрацию, вы вступите в новый круг, в очень близкое личное служение, которое мы можем сделать доступным для вас. Поэтому зарегистрируйтесь сегодня. Очень важно, чтобы вы сделали это. И тогда мы сможем служить вам более эффективно. Я хочу помолиться за вас. Отец, я благодарю тебя во имя Иисуса за эту драгоценную душу, которая присоединилась ко мне сегодня в нашей программе. Мы благодарим тебя, что для молитвы не существует расстояний. Мы благодарим тебя за то, что ты посреди нас сейчас, как ты и обещал. Господь, я прошу тебя, прикоснись к моему другу, высвободи свою исцеляющую силу, которая освобождает. Прикоснись к его семье, к детям, к внукам. Я запрещаю трудностям, запрещаю бедам. И призываю мир Божий прийти в дом этих людей сейчас во имя драгоценного Иисуса. Если Бог прикоснулся к вам особенным образом, пожалуйста, сообщите мне об этом. Напишите мне. Это займет секунду. Вы можете не писать длинных писем, просто скажите, «Бог коснулся меня, и меня ободрит ваше сообщение. Еще раз спасибо, что были со мной сегодня, и пусть Бог благословит вас». Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова